В эфире программа подробностей. Здравствуйте, в студии Алена Куколева и у нас в гостях сегодня заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы Призанской области Алексей Лащенов. В настоящее время актуальна проблема несвоевременного и неполного удержания и перечисления налоговыми агентами организациями налогов в бюджетную систему, вследствие чего бюджеты субъектов Российской Федерации несут существенные потери. Не перечисляя налоги, налоговые агенты фактически незаконно пользуются бюджетными средствами. Так, только в Рязанской области таких нарушений было выявлено налоговыми органами на общую сумму более 240 миллионов рублей. С 1 января текущего года вступил в силу федеральный закон от 2 мая 2015 года номер 113 ФЗ, целью которого является совершенствование налогового администрирования и повышение ответственности налоговых агентов организации за несоблюдение требований законодательства о налогах и неисчислении НДФЛ с фактически выплаченной заработной платы их работникам. Алексей Васильевич, расскажите, какие новые механизмы борьбы с налоговыми агентами, которые уклоняются от уплат НДФЛ, введены с 1 января этого года? Действительно, в первую очередь я обращаю внимание, конечно, на положение федерального закона от 2 мая 2015 года номер 113 ФЗ. Это федеральный закон так и назывался. Внесение изменений в налоговый кодекс и первую, вторую часть налогового кодекса связано с повышением ответственности налоговых агентов, в том числе и по вопросам, касающимся перечисления налога на доходы физических лиц. Основная функция налоговых агентов, в чем она заключается? Работник получает заработную плату, и налоговый агент, его работодатель перечисляет с этой заработной платой 13% налога на доходы физических лиц. Причем речь идет не только об организациях, но и об индивидуальных предпринимателях, в которых трудятся наемные работники. Вот это общая формула. Там есть определенные исключения в налоговом кодексе, но общая схема такая. И в отдельных случаях действительно налоговые агенты не своевременно перечисляли налог на доходы физических лиц, перечисляли его не в полном объеме, перечисляли его совсем не с того фактического уровня выплаты заработной платы, который имеет место быть в определенной конкретной ситуации. Вот все эти случаи фактически ведут к чему? Что налоговые агенты присваивают денежные средства, которые должны быть перечислены в виде налогов в федеральный бюджет. То есть занимаются, по сути, уклонением от уплаты налогов. Явление достигло достаточно существенных масштабов, в том числе и в прошлом году. Есть цифры. Например, мы провели более 200 выездных налоговых проверок в отношении таких недобросовестных налоговых агентов и общая сумма поступлений и дополнительно начисленных налогов, поступивших в бюджет по результатам налоговых проверок. В первую очередь речь идет о налоге на доходы физических лиц. Составило по территории Рязанской области более 307 миллионов рублей. Какие же механизмы дополнительные вводятся 113-м федеральным законом в налоговое законодательство, направленные на предотвращение уклонения налоговых агентов от уплаты НДФЛ? Три принципиальные составляющие, о которых я скажу. Первая конкретизированная обязанность налоговых агентов по перечислению НДФЛ. То есть агент должен не позднее дня, а следующего за днем соответствующей выплаты в отношении работника, речь идет о сумме заработной платы, перечислять соответствующий налог на доходы физических лиц. То есть связанность сформулирована четко, недвусмысленно, предусмотрена ответственность за ее неисполнение. Второе, дополнительно урегулированная ситуация, связанная с выплатой НДФЛ индивидуальными предпринимателями, которые стоят на учете по месту ведения предпринимательской деятельности как плательщики единого налога на вмененный доход или как применяющие патентную систему налогообложения. Теперь они должны перечислять НДФЛ бюджет по месту осуществления этого вида деятельности. Ну и третье, самое, наверное, принципиальное изменение для того, чтобы налоговики имели возможность оперативно контролировать ритмы поступления налога на доходы физических лиц в ежеквартальном режиме, введено для налоговых агентов обязательное представление формы расчета сумм удержанных и перечисленных налогов на доходы физических лиц по квартальным режиме. Я напомню, что было до этого. До вступления в силу этого закона и до введения вот этой формы 6 НДФЛ, сумм расчета удержанного и перечисленного налога, налоговики имели возможность отследить темпы поступления НДФЛ со стороны налогового агента, ну, по сути, на основании той отчетности, которую он раз в год представлен. Это форма 2 НДФЛ, она сдавалась, соответственно, до 1 апреля, дальше мы проводили ее камеральную проверку в течение года, мы выявляли задолженность, работали с расчетной задолженностью в том числе. Если налоговые агенты, например, уклонялись от перечисления текущих платежей НДФЛ за своих работников, то мы их вызывали на комиссию по легализации налоговой базы, назначали налоговые проверки, это достаточно длительный затратный механизм, там есть свои административные издержки, главное, нет оперативности обеспечения поступления НДФЛ в консолидированный бюджет. Вот теперь эти механизмы работы, они уходят в прошлое, ежеквартально, соответственно, будет представляться в налоговую службу расчет по форме 6 НДФЛ, той величины налога, которая была удержана и перечислена в бюджет налоговым агентом. Более того, устанавливается в кодексе обязанность представления такого расчета не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Отчетные периоды, понятно, это первый квартал, это полугодие, это 9 месяцев, это год. Что касается текущего квартала, с которого, собственно, начинается реализация этой нормы, то первый расчет по форме 6 НДФЛ все налоговые агенты должны представлять налоговые органы до 4 мая 2016 года. Речь идет как раз о суммах удержанных и перечисленных НДФЛ за первый квартал, то есть по состоянию, нарастающим итогом на 31 марта 2016 года. Поэтому обращаем внимание налоговых агентов, главных бухгалтеров, которые являются в том числе и телезрителями вашего телеканала, на необходимость своевременного исполнения вот этой новой обязанности, введенной в налоговое законодательство, в первую очередь направленной на обеспечение в полном объеме исполнения обязанностей налоговых агентов по перечислению НДФЛ. Да, вот так называемая новая форма 6 НДФЛ. Каким образом налоговые агенты должны предоставлять налоговые органы? Да, ну я напомню несколько опорных документов. Это, конечно, 230-я статья Налогового кодекса, вот в редакции как раз 113-го федерального закона. Там содержатся базовые ответы на ваш вопрос. Приказ Федеральной налоговой службы от 14 октября 2015 года, он тоже в общедоступных информационных системах имеется. Этим приказом утверждается форма расчета, порядок его представления, порядок заполнения соответствующей формы, ну и контрольные соотношения, которые помогут как раз налоговым агентам правильно заполнить форму 6 НДФЛ, в том числе и при сопоставлении информации по ежегодному отчету по форме 2 НДФЛ, по отчетности, связанной с налогом на прибыль и так далее, по иной налогово-бухгалтерской отчетности. Вот эти контрольные соотношения были направлены письмом Федеральной налоговой службы, до 10 марта 2016 года. Письмо это тоже не является документом ДСП, оно находится в открытом доступе, и, конечно, перед тем, как формировать соответствующую форму 6 НДФЛ за первый квартал, учитывая, что это новая форма налоговой отчетности, необходимо, конечно, ознакомиться еще и дополнительно с теми контрольными соотношениями, по которым будет проверяться эта форма. Ну, а дальше, по получению соответствующего формы расчета, налоговики будут проводить стандартную камеральную налоговую проверку в течение трех месяцев по каждому расчету. Каковы меры ответственности в случае, если налоговый агент не предоставит эту новую 6 НДФЛ-форму? Да. Я обращаю внимание, соответственно, на пять таких принципиальных правовых последствий, которые возникают в этой ситуации. Ну, первое из них. Если все-таки расчет, все-таки расчет будет предоставлен, но в этом расчете будет выявлена информация, которая не соответствует ресурсам налоговых органов по объему перечисления НДФЛ. То есть в расчете указана одна сумма удержанного перечисленного налога, а реальная мы видим по карточке расчета с бюджета, по состоянию, соответственно, которая отражается в лицевых счетах налогоплательщика, что сумма НДФЛ не была перечислена. Вот в этой ситуации, и она принципиально отлична от ситуации прошлого года, будет сразу же образовываться налоговая задолженность. То есть если раньше мы должны были при выявлении таких случаев проводить налоговые проверки и доказывать существование налоговой задолженности в том числе и налоговому агенту, то теперь автоматически налоговая задолженность будет формироваться по результатам камеральной проверки, отражаться в карточке расчета с бюджетом, ну а дальше налоговики проводят процедуру взыскания налоговой задолженности, предусмотренной 47 статьей Налогового кодекса. Это в том числе и направление соответствующего требования об уплате налога, работа с расчетными счетами, организация, которая находится в кредитных учреждениях, и работа с имуществом, в том числе и по инкассовым поручениям, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Итак, это первое. Второе. В случае, если налоговый агент не исполнит своевременную обязанность по представлению расчета, то есть вообще не будет представлен этот расчет, законодатель позволяет налоговикам в этой ситуации в течение 10 дней с момента наступления предельного срока для представления расчета, то есть начиная с 4 мая 2016 года за первый квартал, принимать решение о приостановлении операции по расчетным счетам налогового агента и перевода электронных денежных средств. Это очень серьезное правовое последствие, оно очень значимое для налоговых агентов, поэтому, конечно, такой расчет нужно своевременно представлять и отчитываться перед налоговиками, а в конечном итоге перед бюджетом о ритмичности исполнения своей обязанности налогового агента. Третье, на что я хочу обратить внимание. В налоговый кодекс введена дополнительная норма об ответственности налоговых агентов за непредставление расчета. Это штраф в размере 1 тысячи рублей за каждый непредставленный расчет. Четвертая мера тоже достаточно существенная. Это мера, связанная с привлечением к ответственности налоговых агентов в случае, если налоговиками будет выявлена недостоверная информация в самом расчете. Это 500 рублей за каждый недостоверно представленный расчет. Но при этом налоговый агент, конечно, будет иметь возможность исправить соответствующий расчет. Мы его будем информировать о том, что есть такая недостоверная информация. То есть здесь цель не привлечь к ответственности, а цель обеспечить достоверную информацию в самом расчете. Ну и пятое, если налоговый агент все-таки уклоняется от уплаты НДФЛ, несмотря на то, что он представил соответствующий расчет, а фактически объем перечитывания НДФЛ в меньшем объеме был по карточке расчета с бюджетом, мы будем принимать решение о привлечении его к налоговой ответственности уже по 122 статье Налогового кодекса. Это 20% от величины несвоевременного внесенного налога в консолидированный бюджет. Спасибо вам за беседу. Я напомню, что мы разговаривали про новую форму 6 НДФЛ с заместителем руководителя управления Федерального службы Рязанской области Алексеем Васильевичем Влащеновым. До новых встреч и до свидания.